Добыча по черному сотни миллионов гривен. Это месячный доход от нелегальной добычи песка в столице и окрестностях. Только в Киевской области работает около 60 незаконных точек. Все попытки активистов приструнить нелегалов тщетны. Из-за снаряды работают неустанно. Кто крышует черную добычу, разбирался Александр Васильченко. Это видео сняли три дня назад в село Погребы Броварского района. В затоке Десны всего в нескольких километрах от Киева браконьеры незаконно добывают песок. Намывают песок вот таким земснарядом. Его стоимость около 100 тысяч долларов. А это песчаная карта. Намыли ее за две недели. По подсчетам экспертов, здесь более 30 тысяч тонн песка на сумму около 4 миллионов гривен. И это еще скромные подсчеты, утверждают антикоррупционеры. Такой промысел приносит сотни миллионов гривен в месяц. Мы берем сам песок, его себестоимость. Сейчас там где-то 120 гривен. Пускай 100-120. Сколько затрачивают браконьеры? Они тратят на земснаряд, если это не их, не берут в аренду. И они тратят на трактор, который просто забрасывает на машину. Это пускай 20 гривен. Ну, 100 тонн. Пускай еще 10 гривен за локоть, который перевозит эта машина там на точку. И отдает этот песок. Без документов. И мы считаем, что за месяц, если брать в день 300 тонн, это получается 500-600 миллионов гривен. Чистый мин. С такими доходами, по словам активистов-правоохранителей, можно не бояться. К слову, после того, как в погребах полицейские опечатали технику, черные добытчики еще два дня намывали песок. Когда мы приехали на место, здесь дежурил участковый. Сообщил, охраняет имущество. В это же время на земснаряде находились неизвестные. Запустили оборудование и готовы были продолжать мыть песок. Ну, зрозумите, у нас же доступа. Цей, как его правильно назвать, баржа, земснаряд, грубо говоря, находится на воде. Мы же ее на воде не можем, там, працівника на лоці посадить, чтобы охоронял. То есть, забезпечиваем, как можем, охорону данного объекта. В прокуратуре Броварского района заявили, подали в суд ходатайство об аресте техники. Однако, кому она принадлежит, пока неизвестно. Работающие на месте люди предоставили не все документы. Это уже не первый громкий скандал, связанный с нелегальной добычей песка в погребах. Ранее коррупционную схему покрывали бриллиантовые прокуроры. Активисты уверены, сейчас за дельцами тоже стоят правоохранители, занимающие высокие должности. Есть всегда процессуальная складыва. Если следователь, а за указанием прокурора, а самостоятельно, а порадившись с руководством полиции, уже в заходах для того, чтобы клопотание, заведомо, уже было, в клопотании было отмолено, это и есть коррупционная складыва. Можно уже отверто говорить про то, что на данный момент там точка появилась, и она начала работать. Кроме нас, на ней никто не захотел ехать. Ни полиция, ни прокуратура, ни контролирующие органы, ни экология. А это уже Киев, район станции метро Выдубычи. Здесь активисты перекрыли выезд с закрытой площадки. Утверждают, на территории базы нелегально из Днепра намывают песок. Вызвали полицейских, но те отказываются разбираться в ситуации. Свои действия не комментируют. Как выяснилось, арендует территорию компания «Мостострой». Соответствующие документы показал мужчина, который представился инженером предприятия. Спецразрешений у него нет, но утверждает, добыча здесь действительно идет. Ну добывают, а нелегально или легально пусть представители закона разбираются. Представители общественности не пускают, чтобы проверить действительно. Нет, не пускают. А вы можем пройти посмотреть? Вы нет. Позже активисты все же прорвались на территорию базы. Говорят, там установлена труба, с помощью которой и намывают песок. А только что мы прорвались на территорию и посмотрели, что действительно есть место, где они намывают песок. И есть место, где они разгружают с баржи. Активисты намерены блокировать выезд с базы до тех пор, пока полицейские не составят протокол и не откроют уголовное дело. Александр Васильченко, Андрей Кузнецов. Подробности телеканал Интер.